Друзья, всем привет! Сегодня будет коротенький видеоролик об особенностях использования косильной головки Дюраль. Я подумал, что если не отсниму, это будет грешно. Раз заметил такую особенность, нужно поделиться с подписчиками, чтобы в случае чего вы знали об этих всех нюансах. Недавно я делал покос этой косильной головкой. Судя по вашим отзывам, то есть по лайкам, по комментариям, я понял, что в принципе катушка вам это понравилось. И многие даже себе ее купили. И в принципе я даже никакого не имею греха за душой, потому что советовал ее тоже к покупке. Она показывает себя хорошо, косит идеально, там нечему ломаться, поэтому она никогда, грубо говоря, не выйдет из строя. Ну и плюс, по сути дела, косит достаточно хорошо, то есть низко, никаких проблем с ней нет. Но только вот на днях решил я ею покосить парочку участков и думаю, чтобы наверняка не менять леску, поставлю леску с тросиком внутри. То есть заправлю и чтобы леску не менять, тросиков хватает надолго, думаю покошу. Заправил все это дело, завел косу, газанул и сразу же на оборотах все эти три отрезка лески повылетали. Как вы можете видеть, они новенькие, то есть не побитые, в работе они даже себя не успели показать. Ну, тут три у меня, еще один где-то я тут посеял, но то не суть. Дело в том, что когда я тестировал эту катушку, я использовал стандартные отрезки лески, которые шли в комплекте. Там была леска диаметром 3 мм, сечение квадрат. Вот, и в принципе она спокойненько держалась, ничего не вылетало и как бы никаких проблем с нею не было. Вот, это впервые я засунул круглую леску и она сразу же повылетала. То есть даже 3 мм в диаметре она плохо держится. На днях, вот по-моему вчера написал мне комментарий один из подписчиков, спросил, а можно ли использовать к этой косильной головке леску меньше 3 мм. Он, по-моему, написал 2,7 мм. Я ему написал, что в принципе да, можно, но только фигуристую. Лучше всего подойдет леска в сечении треугольник, либо квадрат, чтобы она была ребристая. Потому что есть другая ребристая леска. Ну вот, например, я с собой взял вот такая вот леска, крученый квадрат. Но, по сути дела, она как круг, просто немножечко волнистый. Она тоже будет держаться плохо, не советую ее. Вот, берите какую-то леску фигуристую. Я на косильную головку дюраль свою поставил вот такую вот леску. Это квадрат армированный, диаметром 3 мм. Вот, в принципе, эта леска у меня уже давно, ну она уже почти закончилась, 15-метровый моток. То есть, вот эти все мотки еще 15-метровые, гляньте, сколько еще тут их, ну сколько метров. Там метров по 10, по 12. А это уже закончилось, потому что леска, это мне понравилось. Тоже советую. То есть, вот как дюраль советую, так и вот леску диаметром 3 мм. Квадрат армированный, запомните. Это тоже классная леска. Она стоит чуть-чуть дороже обычных лесок. Там буквально на процентов 20. Но, грубо говоря, выработка у нее почти в два раза больше. Вот. В отличие от вот этой с тросиком, которая стоит в три раза дороже, но косит, ну, может быть, в два раза лучше. Но тоже есть у нее свои достоинства, если применять к определенным косильным головкам. В общем, разобрались с первым вопросом, с первым моментом. Это то, что нужно использовать фигуристую леску. Это первое. И второй момент я хочу сейчас показать наглядно на косе. Давайте сейчас перейдем к косе. Значит, друзья, смотрите. Следующий момент по косильной головке дюраль – это способ фиксации лески. До этого я всегда фиксировал ее, получается, заводил в соседнее отверстие. И фиксировал так, чтобы она не выглядывала из-за катушки, из-за паза. Но потом я начал применять другой способ фиксации, то есть, чуть-чуть дольше, ну, то есть, чуть-чуть длиннее концы, вот эти, которые заводятся сюда. Начал, то есть, чуть-чуть их дальше высовывать и фиксировать вот сюда за катушку. То есть, она не цепляется таким образом за чашку редуктора. То есть, вы видите, идет спокойное вращение, ничего у нас здесь не цепляется, ничего у нас здесь не трется. Вот, но фиксируется она так гораздо-гораздо надежнее. То есть, нужно высунуть буквально на 2-3 сантиметра длиннее, чем обычно. Ну, тогда даже, ну, грубо говоря, на полтора сантиметра длиннее. То есть, перерасход лески будет незначительный. Вы этого не заметите, вы этого не почувствуете. Но фиксироваться она будет гораздо-гораздо лучше. И она не повылетает. Даже если вы будете косить очень сложную траву. Ну, вот как здесь я косил, грубо говоря, траву в щебенке. И вот постоянно у меня леска билась по щебенке. И вот что с ней произошло. То есть, ее не оторвало ничего. Она просто начала слизываться. Это как раз вот эта вот леска, которую я советую. Армированный квадрат диаметром 3 мм. Она сюда подходит просто идеально. То есть, просто можете купить обычную леску квадрат, либо треугольник. Вот. Но армированная это просто must-have. То есть, это лучшее к подобной косильной головке леска, которую только можно применить. Вот. В принципе, все. Два момента, которые я хотел вам показать, о которых хотел поделиться. Надеюсь, что вам это будет полезно и будете применять на практике. То есть, первый момент. Это форма и диаметр лески. Берите сечение 3 мм и фигуристую. То есть, либо квадрат, либо треугольник. Лучше всего, вот, я советую еще взять покрепче. То есть, с прожилкой крепкую леску. В данном случае армированная. Квадрат. Вот. И второй момент. Это способ фиксации. То есть, заводим ее аж сюда за катушку. То есть, за корпус катушки. Она никуда не девается. Ничего здесь не цепляется. Опять же, я вам это все продемонстрировал. И перерасход будет там небольшой. Плюс там сантиметр лишний. Грубо говоря, это не страшно. Но леска держится гораздо надежнее, чем если вы просто ее выведете вот сюда. И она останется в корпусе катушки там болтыхаться. Она может просто, грубо говоря, высунуться и вылететь. Вылететь просто из фиксирующихся мест. Ну, вот, в принципе, как-то так. Все. Кому было интересно. Кому было полезно. Ставьте лайк. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Кто еще не видел ролики с обзором. И козьбой этой самой косильной головки. Опять напомню. Ссылочки будут в описании. Можете посмотреть. Вот. В принципе, у меня все. Сейчас выскочит на экран плейлист с другой косильной гарнитурой. Можете включить, посмотреть. Может, чего-нибудь интересное там себе найдете. Все. Буду со всеми прощаться. Всем хорошего дня. Всем хорошего настроения. И будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok